Поистине хвала принадлежит Аллаху И да пребудут благословения Аллаха над ним, над его благим семейством И благословенными сподвижниками до тех пор Пока глаза видят, а уши воспринимают назидание А затем уважаемые братья Поистине Всевышний Аллах отправил к людям Своих пророков в качестве учителей и увещевателей Наш пророк да пребудет над ним мир И благословение моего Господа Использовал все способы для того Чтобы донести знания до людей В том числе он да благословит его мой Господь И да приветствует, уделял особое внимание тому Чтобы они научились в совершенстве И точно совершать намаз Возможно иногда он вставал и делал намаз среди них Или поднимался на мимбар и совершал намаз там Да благословит его Аллах и приветствует Он да пребудет над ним мир И благословение моего Господа Всегда повторял людям Молитесь так, как вы видели молящимся меня Он указывал людям на их ошибки в намазах Сегодня ты можешь найти некоторых людей Из-за их малых знаний или из-за невнимательности Они допускают различные ошибки в намазе Одни такие ошибки могут сделать недействительным Весь их намаз полностью А большая их часть приводит к уменьшению награды за намаз Сегодня мы постараемся упомянуть некоторые из этих ошибок Которые люди допускают в своих намазах К этим ошибкам относится то, что некоторые произносят намерение вслух Будь то при взятии омовения или перед намазом Когда такой человек хочет совершить вуду Когда он, например, хочет омыть свою правую руку Он обращается к Аллаху и говорит О Аллах, я намереваюсь помыть мою руку Или же он сказал дуа до этого, до начала омовения Или же читает какие-то специальные дуа, связанные с частями тела Когда он моет свою правую руку, он говорит, например О Аллах, дай мне книгу с моими деяниями в мою правую руку Когда он моет ногу, то говорит О Аллах, сделай так, чтобы эта нога не вела меня к чему-то запретному И он продолжает говорить эти дуа и делает так очень много И всего этого не делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует Его намерение о совершении омовения было у него в сердце И он не выделял какие-то определенные поминания Аллаха И не говорил дуа во время омовения различных частей тела Но он, да пребудет над ним мир и благословение моего Господа Говорил по завершению омовения Свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища И свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник Для того, кто скажет это, откроются все восемь райских ворот И он войдет в те из них, какие захочет Как это приводится в сахихе Муслима от пророка до благословит его Аллах и приветствует Также он велел людям говорить по окончании омовения Причистый о Аллах и хвала тебе Я свидетельствую, что нет божества, кроме тебя Прошу тебя о прощении и приношу тебе свое покаяние И для того, кто скажет эти слова Они будут записаны на пергамент и запечатаны И эта печать не откроется вплоть до судного дня Итак, ошибка это произнесение намерения вслух До омовения или же произнесение намерения вслух до намаза Я намереваю совершить зухр намаз или аср намаз Место намерения это сердце И человек не должен его говорить Также к ошибкам, которые совершают некоторые люди Относится то, что они не делают омовение надлежащим образом Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует Находился в дороге вместе со своими сподвижниками Затем некоторые из них остановились, чтобы совершить омовение до намаза Видимо, они торопились А потом пришли и встали на намаз И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заметил Что из-за их поспешности Некоторые части тела, которые должны омываться Не были омыты полностью Например, вода не дошла до края локтя Или до пятки и так далее И пророк, да благословит его Аллах и приветствует Обратился к ним, сказав Горе пяткам от мук огня Горе пяткам от мук огня И пятка это задняя часть стопы Возможно, тот человек не обратил внимания и не омыл И следует омывать все нужные органы тела надлежащим образом Также ошибка некоторых заключается в том Что когда такой человек ходит по нужде До того, как начать делать вуду Он не очищается как следует от мочи Возможно, моча попадает на его одежду И детей необходимо приучать С самого начала, чтобы они очищались от мочи Чтобы когда они вырастут, они уже привыкли к этому Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует Проходил мимо двух могил и сказал Воистину, оба они получают сейчас наказание И наказывают их не за что-то большое Что касается одного из них, то он сплетничал среди людей А что касается второго, то он не очищался от своей мочи В другом риваяте говорится Он не предохранялся от своей мочи Тем не менее, мусульмане Человеку не подобает доходить до наущений в этом вопросе Некоторые люди могут делать что угодно из-за своих наущений Как упомянул Ибн-Уль-Каим Они давят и выжимают свой член Крутят его и проводят другие манипуляции из-за боязни Что выйдет еще хоть капля мочи Когда мочеиспускание завершилось Нам приказано омыть орган После чего одеваться и удаляться от различных наущений Также к ошибкам некоторых людей в намазе Относится совершение намаза в узкой одежде Особенно это касается узких штанов И сколько раз мы замечали, что некоторые люди, скажем, молились в узких штанах И во время земного поклона или поясного У него открывался аурат во время намаза Может быть при этом он также был одет в не совсем длинную рубашку Которая могла бы закрыть все это И если уж человек делает намаз в брюках Он должен стремиться к тому, чтобы они были широкими Чтобы рубашка была длинной Чтобы ничто из его аурата не открывалось во время намаза Ученые упомянули, что если аурат открылся И сам молящийся знает об этом, но не пытается прикрывать его во время намаза То его намаз будет недействительным Если же он не знает об открывшемся аурате То его намаз будет действительным Но людей надо предупреждать о подобных вещах Также одна из ошибок людей во время намаза Это приподнимание одежды и закатывание рукавов Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит Мне было запрещено закатывать или собирать одежду и волосы Закатывание одежды Это когда человек делает намаз, засучив рукава своей рубахи И основа в том, чтобы человек ничего не закатывал И не приподнимал одежду во время своего намаза Также ошибка некоторых людей в намазе Это открытие в намазе плеч Пророк да благословит его Аллах и приветствует Запретил совершать намаз в одежде, которая не закрывает плечи Например, если ты хочешь сделать намаз В то время, когда находишься в состоянии храма Когда ты в хадже или на умре Надел изар и закрыл то, что между пуком и коленом Значит, ты прикрыл то, что прикрывать обязательно, баджеб Но в плане украшения для намаза ты должен также покрыть свои плечи Чтобы не открылось ни одно плечо, ни сразу два Сюда относится намаз людей в майках с узкими лямками на плечах Когда плечи остаются открытыми И человек, например, может делать намаз в длинных штанах Или в изаре Но на нем это майка Плечи открыты и в таком виде он делает намаз В основе такой намаз действителен, так как человек прикрыл свой урат Но он не делает то, что будет лучше А пророк да благословит его, Аллах приветствует, говорит Когда кто-либо из вас совершает намаз Пусть совершает его в двух одеждах Аллах больше других достоин, чтобы для него украшались Когда Ибн Умар увидел своего вольна отпущенника Нафи, как он делает намаз с открытой головой Он спросил его Если бы ты захотел выйти к султану Ты бы вышел перед ним в таком виде? Ты не наденешь чалму и никак не будешь украшаться? Ты выйдешь к нему так? Он ответил Нет, я надену чалму на голову и украшу себя Я же встречу с султаном И он сказал ему Аллах более других достоин, чтобы ты украшался для него Наш Господь говорит Облекайтесь в свои лучшие украшения при каждой мечети При каждой такой мечети При каждом масджиде, как эта мечеть Или же масджид в значении места, где совершается намаз Так что человеку не следует делать намаз, когда у него открыты плечи Если он покрыл тело от пупка до колена Пусть он поставит хотя бы какое-нибудь покрывало на плечи Чтобы не идти в разрез запретом пророка да благословит его Аллах и приветствует Также одна из людских ошибок в намазе состоит в том, что они читают Аль-Фатиху и следующую суру, не шевеля при этом языком Ты можешь видеть, как такой человек сжал губы и читает таким образом И это у мусульмане большая ошибка Если он допустит ее в отношении Аль-Фатихи, чтение которой является одним из столпов намаза Весь его намаз будет недействительным Во время чтения необходимо шевелить языком Всевышний Аллах говорит Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежище То предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха При этих словах необходимо двигать языком Чтобы они были слышны Чтобы были слышны звуки и буквы Также и ты, когда ты читаешь в намазе, когда ты читаешь Коран, когда читаешь Аль-Фатиху, необходимо шевелить языком Не надо читать ее вслух, если это не те ракаты и намазы, когда это нужно И если ты читаешь намаз за имамом, ты будешь мешать рядом стоящим людям, если повысишь голос Но все равно, не закрывай рот и не читай про себя Чтение про себя в намазе недопустимо Основа в том, чтобы ты читал языком во время намаза Также одна из ошибок во время намаза, когда человек еле поднимает руки во время такбират-у-ли-храм Ты можешь найти, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас, чтобы человек поднимал руки до уровня плеч До уровня ушей и между двумя этими уровнями Но некоторые люди почти не поднимают руки Может быть, такой человек поднимает руки на пять или полпяди А потом кладет их на уровень пупка, живота или груди Он почти не двигает руками И основа в том, чтобы он полноценно поднимал руки во время намаза Следуя в этом сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует Также одна из ошибок людей во время намаза заключается в том, что они много оглядываются по сторонам Крутят головой или двигают глазами И Аллах приближается к кому-либо из вас во время намаза до тех пор, пока тот не начинает оглядываться Когда же он оглянется, Аллах отвернется от него Когда Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили об оглядывании по сторонам во время намаза Он сказал Это воровство Так шайтан ворует из его молитвы То есть так шайтан крадет из вашего намаза Таким образом, человеку не следует оглядываться по сторонам и не крутить головой И также ему не следует вращать по сторонам глазами Он ведь стоит перед великим Аллахом Сделай так, чтобы твои глаза смотрели только на то место, куда ты сделаешь суджуд, земной поклон Это будет верх униженности и покорности перед нашим Всевышним Господом Человеку не следует вертеть глазами направо и налево Весь его взгляд должен быть сконцентрирован и устремлен исключительно на место его суджуда Также одна из ошибок в намазе, когда человек опоздал на первые ракааты Он торопится встать раньше имама До того, как имам произнесет таслим Если ты пропустил один или два ракаата Например, затем имам на зугар намазе Или на другом намазе сказал первый таслим Ассаляму алейкум варахматуллах Некоторые люди из-за своей торопливости сразу же встают на следующий ракаат До того, как имам произнесет второй таслим Это ошибка Пророк да благословит его Аллах и приветствует Запрещал молящимся уходить до того, как уйдет имам То есть ты не должен покидать его и оставлять его до того, как он оставит тебя Когда сейчас ты встаешь, заканчивается твоя связь с имамом Не разрывай эту связь между тобой и имамом, чтобы встать и доделать свой намаз До того, как он даст второй таслим Тебе не следует спешить, напротив, надо ждать, пока имам не закончит с таслимом И только после этого вставать и доделать намаз Другая ошибка также связана с имамами Это когда люди молятся вперед имама Имам не успевает сказать Сами Аллаху лиман Как люди начинают подниматься и опережают самого имама Имам не успевает сказать Аллаху ак Чтобы уйти на сучуд Он даже не успел сказать полностью слово Акбар Как люди уже опередили его в земном поклоне Иногда они поднимаются с него раньше имама И все это недопустимо Человеку не следует опережать своего имама Имам руководитель для тех, кто делает за ним намаз И те люди не должны идти вперед на него Ни в руку, ни в сучуде Не вставать впереди него Не уходить с намаза раньше него Моляющийся должен следовать за тем, что делает его имам Когда Анаса спросили о том, как он делал сучуд вместе с пророком Да благословит его Аллах и приветствует То как это привел саббит Аль Бунани от Анаса Он сказал Когда мы делали намаз с пророком Да благословит его Аллах и приветствует И он произносил такбир Когда шел на сучуд, никто из нас не наклонял спину Пока пророк да благословит его Аллах и приветствует Не утверждался в положении сучуда Он говорил Аллаху Акбар И только когда уже утверждался в своем сучуде Тогда они переходили к стадии сучуда Наклоняли свои спины и шли на сучуд Что касается того, что сегодня некоторые люди торопятся И опережают имама То это мусульмане несомненно является ошибкой Также некоторые люди совершают другую ошибку Состоящую в отсутствии степенности в намазе Однажды пророк да благословит его Аллах и приветствует Сделал намаз в мечети И после него сел, чтобы поговорить со своими сподвижниками И вошел один человек и сделал намаз очень и очень быстро Буквально поклевал сучуд и рукор Затем он подошел, чтобы поприсутствовать на уроке И пророк да благословит его Аллах и приветствует Сказал ему Вернись и сделай намаз Поистине сейчас ты не сделал намаз Ты не сделал два раката приветствия в мечети Вернись на место и помолись И человек вернулся и сделал намаз Затем вернулся и пророк да благословит его Аллах и приветствует опять сказал вернись и совершено вас заново ибо поистине ты не помолился он пошел и сделал намаз затем пришел и он опять сказал вернись и сделай намаз заново поистине ты не сделал намаз он сказал заклинаю тебя тем кто отправил тебя с истиной о посланник аллаха я не умею молиться по-другому научи меня как делать намаз и пророк да благословит его лай приветствует дал ему указание к тому как он должен делать намаз он повелел ему идти на суджуд как он сказал пока ты не совершишь суджуд должным образом затем выпрямись так как подобает пока не утвердишься в этом положении. Иди на поясной поклон и находись в этом положении, пока не утвердишься в нем. То есть не проклевывай намаз, не торопись с ним. И если бы вы, о люди, клянусь Аллахом, если бы вы сравнили того, кто торопится в этих двух ракаатах, словно проклевывает их, и того, кто молится, будучи спокойным и степенным во время намаза, вы увидите, что разница во времени намаза у них составляет всего несколько секунд, возможно полминуты. Должна быть степенность во время твоего поясного поклона, степенность во время твоего сучуда, Степенность, когда ты поднимаешься с руку. Твоя спина обязательно должна выпрямиться, когда ты говоришь «Сами Аллаху лиман Хамидо». У некоторых людей спина так и не выпрямляется. Он поднимается с руку, и будучи все еще в наклонном положении, сразу же идет на суджуд. Он потерял один из столпов намаза, заключающийся в выпрямлении после поясного поклона. Так что нам необходимо у мусульмане выучить это и научить этому других. И первое дело, о котором раб будет спрошен в судный день, это намаз. Если с намазом все было в порядке, дальше будут рассмотрены другие его дела. Если же намаз не в порядке, на остальные его дела смотреть не будут. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер, продолжая завещать людям. Намаз, 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 возвеличивая его значимость. Когда человек делает намаз, он должен быть уверен, что он делает его по сунне. Я прошу Всевышнего Аллаха принести пользу нам и вам посредством того, что мы услышали, и сделать нас из числа тех, кто следует сунне нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. На этом я заканчиваю. И я прошу у великого Аллаха, прощения для себя и для вас от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним. Воистину он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование ему успеха. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. Также я свидетельствую, что Мухаммад его рабопосланник, призывающий к его довольству. Да благословит Аллах и приветствует его, его семью, друзей и любимых ему людей, а также тех, кто пойдет по его пути и последует по его следам, и сунне, вплоть до судного дня. А затем, уважаемые братья, это были указания на ошибки в намазе. Не обязательно, чтобы ты сам их совершал. Некоторые братья могут сказать, я не допускаю таких ошибок, мой намаз соответствует сунне. Да. Но знание получают для того, чтобы устранить от себя невежество, и также, чтобы устранить его у других. Поэтому, если ты увидел, как кто-то совершает подобные ошибки, тебе следует указать ему на них. Например, одна из ошибок людей заключается в том, что они не стоят ровно во время руку, либо они наклоняются слишком сильно вниз, или же они не наклоняются в руку до конца. И когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал поясной поклон, у него была прямая спина, параллельная земле. Так что, если бы на нее поставили какой-нибудь сосуд, он бы стоял на ней ровно. Это было во время его, да благословит его Аллах и приветствует, намаза. Так что старайся выпрямиться во время твоего руку, чтобы не было наклона вниз или вверх. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, раздвигал свои пальцы, когда шел на руку, и ставил их на колени, как будто бы держал свои колени. Так совершал руку пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и так он поступал с пальцами во время руку. Также одна из известных людских ошибок в намазе заключается в том, что некоторые люди не ставят ноги как нужно во время сучуда. Они или кладут ноги плашмя, а в основе подушечки пальцев должны быть на земле, так как это один из семи органов тела, которые должны касаться земли во время сучуда. И вот некоторые люди ставят ноги плашмя, земли касается их верхняя часть стопы. Или иногда, например, они поднимают одну ногу, или одну ногу ставят поверх другой. Все это о мусульмане, ошибки в намазе. И если ты увидишь того, кто так делает во время сучуда, тебе следует указать ему на его ошибки, указать ему на то, как он делает земной поклон. Также одна из ошибок во время сучуда заключается в том, что некоторые люди касаются боков своими предплечьями. И основа в том, чтобы предплечья не касались боков, чтобы человек не касался предплечьям своего бока или же живота. Пророк да благословит его Аллах приветствует, ставил руки подальше от боков. И это касается как мужского намаза, так и женского. Всем желательно совершать намаз именно таким образом. Другая ошибка людей в намазе, когда некоторые люди дают таслим в своем намазе, они произносят первый таслим и говорят «Ассаляму алейкум варахматуллах». И еще до того, как повернуть голову на другую сторону, некоторые смотрят перед собой, трясут головой и только после этого поворачиваются в другую сторону. Подобное действие не приводится от пророка да благословит его Аллах и приветствует. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, поворачивался направо, затем налево. Нигде не упоминается, что между этими двумя таслимами он смотрел вперед или тряс головой. Он произносит таслим направо и налево, и все, ничего к этому не добавлял. Это о мусульмане, некоторые указания на ошибки, исходящие от людей во время их намаза и омовения. Мы просим Всевышнего Аллаха даровать нам полезные знания и праведные дела. Я прошу Аллаха даровать нам всем полезные знания и праведные дела и сделать нас следующими сунни, а не нововведением. О Аллах, научи нас тому, что принесет нам пользу, и дай нам пользу от того, чему ты нас научил. Прибавь нам знания, верного руководства, исследования сунни твоего пророка да благословит его Аллах и приветствует. О Аллах, мы просим тебя совершения благих дел и оставления порицаемого, и чтобы ты защитил нас от явных и скрытых смут. О Аллах, мы просим тебя помочь муджаидам по всей земле. О Аллах, помоги нашим братьям муджаидам по всей твоей земле. О Аллах, объедини их слово, прими их шахидов, помилуй их умерших и излечи их раненых, исцели их больных и направь их выстрелы. О Аллах, если кто-то задумает причинить им зло, обрати их козни на их же шеи. О сильный, о могущественный, о Господь миров. О Аллах, сохрани нас в наших странах от зла злодеев, козни нечестивцев и от всего плохого, что сменяется день за днем. О Аллах, защити нас от зависти и козни злодеев, злорадства и нечестия. О Господь миров, о живой, о поддерживающей жизнь. О Аллах, наставь нашего правителя к тому, что ты любишь и чем ты доволен. Направь его к благочестию и богобоязненности. О Аллах, наставь его на твое прямое руководство и сделай так, чтобы его дела приносили твое удовольство. И также у остальных правителей мусульман. О Господь миров. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрагима и семейство Ибрагима. и не спасли свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как не спасал ты благословения Ибрагиму и семейству Ибрагима, воистину ты хвалим и славный. Твой Господь – Господь могущества, причист и далек он от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров. Субтитры создавал DimaTorzok